Народ, привет! Мы поехали очередной раз на рыбалку, где у нас щуки ловятся там по 8, по 10 килограмм. На прошлой неделе наши товарищи там замаслали на десятку. Но у нас, как всегда, погода с неожиданностями. Охренеть! Мужики, мы с горем или без горя, но доехали. Я прям вообще переживаю. Погода идеальная, несмотря на то, что вообще идеальная. Вода еще очень высокая, но наши хлопцы неделю назад ловили. Одну из них поймали на 9, почти по 10 килограмм. А остальные парочку, 7-8 кг, одну на 3,5 кг, это была мелочь. Вот прям сейчас хотим заплыть, прям вот вообще и тут же мочить, мочить, мочить. Вот камера не передает той-то красоты. Короче, вода сейчас вот здесь, а была где-то вон там метра на 4-5 ниже. Ну, может 3. На фоне этой отдыхающей красоты нас ожидали наши неотделимые от природы товарищи. Комары и мошки. Причем они не кусали нас, они просто сжирали. И высасывали не только кровь, но и терпение. И мы по-шустрому рванули на воду мочить наши спиннинги. Ну, понятно, ты первый, кто хорошо, кто второй. Ну, по сути, это то же самое, что кто первый. Ох, ни хрена тут глыбоко как. Первые наши забросы показали, что рыба, видимо, ловилась, по крайней мере, вчера. Не зажимай, пускай нахуй тонет. Да нету там, это этот, берег. Подожди, а что за хуйня? Ну, вот первая поклевка неудачная. Раскакивай. На этом были закончены даже не очень удачные поклевки. Итак, дамы и господа, вечером мы не увидели ни одной поклевки. И вообще ничего интересного не увидели. Хотя раньше тут ловили. Ну, кстати, вечером мы не всегда ловили. Сейчас попробуем на фидере. Кстати, комаров-то у нас вообще жесть. Это у нас, что это, завтрак? А, нет, ужин. Ну, давайте. Прям прекрасные такие комариные звуки. В этот вечер и фидеры нам не подняли никак настроение. А вот тут я вам хочу рассказать и показать кое-что интересное. Я точно знаю, что мой канал смотрят обычные люди рабочих профессий, в том числе и руководителей предприятий. Вот именно для них я бы хотел рассказать об одном надежном производственном предприятии в городе Омске, которое называется Омский электромеханический завод или сокращенно Омский ЭМЗ. На этом большом предприятии работают порядка 600 человек разных специальностей. Это сварщики, маляры, крановщики, станочники и работники других смежных специальностей. Предприятие выпускает крупногабаритные металлоконструкции для линий электропередач, вышки сотовой связи, молниоотводы, различные опоры для освещения и строительства. Основными заказчиками Омского электромеханического завода являются крупные компании нефтяной и газовой отрасли. Рабочие на имеющемся оборудовании могут осуществлять резку, гибку, штамповку металла и изготавливать металлоконструкции практически любого размера по вашему заказу. В общем, ставя перед собой задачу по выпуску любых металлоконструкций, думаю, вам стоит обязательно обратиться на это предприятие. На Омском ЭМЗ работает единственный в регионе цех горячего цинкования. Технологически для цинкования нужно для начала полностью очистить металл от ржавчины и грязи, а затем уже в специальной огромной ванне длиной около 13 метров происходит само цинкование при температуре около 450-500 градусов. Именно цинкование обеспечивает металлоизделию качественную защиту от коррозии на целых 50 лет. При этом обычной краски хватает всего на 5 лет. Такую услугу завод может оказать и вашему предприятию. Кроме того, Омский ЭМЗ после изготовления продукции бережно погрузит ваше изделие в автотранспорт и отправит к вам в любую точку России. На Омском электромеханическом заводе работают профессионалы. Если вы хотите стать частью этой команды, вы можете обратиться в отдел кадров и устроиться на работу. На предприятии ценят свои кадры, проводят обучение, повышение квалификаций и различные социальные мероприятия. А территория завода какая красивая! Летом красота, да и только! Где еще на производстве вы увидите много разных цветов, растительности и чистоты. Если вы хотите действительно найти надежного партнера и поставщика готовых металлоконструкций, дополнительный рынок с бута металла, цинка, метизов или работать в дружном коллективе завода, вы смело можете обращаться сюда. Все реквизиты Омского электромеханического завода находятся в описании к видео. А утро меня встретило вот так. Так, хлопчики, не успел я встать, как уже поклевочка вот здесь. Полностью, короче, об этом. Так, оп-оп-оп-оп, стоять! Так, что-то тут, как живец. Короче, тут все запутал. Так, ладно, что-то пить надо распутывать. Сейчас распутаю, проверим, чему-чему. От дружца я распутал. Оба-оба! Не могу понять, то ли зацеп, то ли чё. Все мои помощники спят. Вот мне зацеплен. Короче, на малька и на червя. Вот оно чё, прям кого-то. Кстати, я даже не знаю, что за хрень такая. Что за зверь-то? Хлопцы, мы начинаем рыбалку без чая. Комары не дают, просто зажирают. Поэтому надо вперед, сейчас уже 3 часа или полчетвертого утра, светло, надо колбасить. Нас ждут великие пятачки и десятчики. Два-великие пятачки. Да. Два-великие пятачки. Два-великие пятачки. Боже. Ого! Да-да! Чего? дышать без комаров невозможно их просто море поехали туда сначала у меня было первое не очень понятно ну как кажется поклевка утром щука стоит как около берега мы сейчас тактику бросание от берега начали а комаров то сколько в общем народ мы уже час кидаем парочку мы видели но они были небольшие прямо в этих кустах ключик мы пока подобрать не можем уже прошел час уже и на белые на желтые на всякие разные пока ничего не можем подобрать далее мы поплыли на берег где по словам местных ловились реально большие окуня как минимум с пол килограмма во что мы очень трудом верили ну давай для контента надо чтоб ты нырнул прям туда есть ну и и были на дергала и так народ я иду вот за такими окунями вот это окунь аж фрикцион сработает и его по и пошла вторая так следом третья попытка вот это окунь вот это тема вот это горю тема окуняр грамм 300 400 только надо эту подобрать рыб чем меньше тем лучше я так понял на блесенку белую что-то чисто белая не берет есть вот эта тема какие щуки когда-то за куняры мы взяли с собой коптилку без матов без матов и сейчас мы их окуни сразу закоптим вот хлопцы вот это окуняра грамм 500 вот только камеру с ним включаю и сразу перестают ловиться то один за одним два штуки подряд это окунь грамм 600 700 вот эта тема вот это окуняры с полу локтя до локтя практически вот так а мы ездим за щукой хрен знает куда а тут у нас такая рыбалка и прямо около лаги так опускаем вниз и помаленечку пошли 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 это палочка так и сейчас прикиньте пацаны вот такие 600 500 грамм их сейчас закоптим горячего копчения я уже поймал штук 7 наверно таких окуняр вот здесь три штуки и там наверно блин а что ты короче фишка в том что в таких кустах я вот немного опускаю и плавно плавно веду и если он начинает заглатывать я просто останавливаюсь и он нормально заглатывает вот как только видеокамеру включая ну все на жопа как есть 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 а вот это у меня ры а о как раз овец вот эта тема какая щука когда тут окуняры такие раз 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 опускаем и потихоньку пошла есть удар ах ты собака сорвалась еще раз нет это зацеп короче я ему даю просто заглотить видео какие поросят очень медленно я горю я ему даешь заглотить а а а есть о ешки ну полка г минимум вот это тема о товарищ у нас отличился я десять мне говори какие щуки по десять о чем тащим 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 нет удар о о мужики вот это вообще это такая сказка ну вот этот чуть поменьше грамм четыреста а покажи то что там я не это не а а ли а а и а и и и Весь оставшийся день и вечер мы безрезультативно прокатались и по сути снимать было ну просто нечего. Погода менялась в разную сторону и остальные события были следующим днем, о чем я вам и поведаю во второй серии. Вот 1 килограмм на 6 на 7 наша версия. Редактор субтитров А.Семкин